Для большинства гидравлических инструментов, которые присутствуют на отечественном рынке, понятие «холостой ход штока» — это то расстояние, при котором матрицы подходят к процессу опрессов и составляют 10-15 качков в рукоятке. Но за это время самому можно к следующему лету накачаться. А вот компания КВТ предлагает инструмент, который оснащен полскоростной компой и механизм быстрого хода штока. И для того, чтобы матрицы сомкнулись, достаточно три качка. Сегодня мы поговорим о этом инструменте. Данные просты разбиты на три диапазона работы. Мелкий диапазон с сечением от 4 до 70 мм2, средний диапазон от 10 до 120 мм2 и широкий диапазон от 10 до 300 мм2. Модель из синего цвета. Инструмент ПГР-70 водой усилия 5 тонн, ПГР-120 усилия 8 тонн и ПГР-300 усилия 12 тонн. Данные модели относятся к эконом-классу, так как в них отсутствует механизм автоматического сброса давления. Опрессовка заканчивается при полном смыкании матрицы. Контролируйте этот момент. Переиспыточное давление может привести к поломке инструмента. Хромирование деталей и благородный черный цвет. Нет, речь сейчас не пойдет об автомобилях. Мы поговорим о инструменте, который относится к премиум-классу. Данные образцы оснащены механизмом автоматического сброса давления, который помогает избежать избыточных нагрузок, а также говорит о том, что процесс опрессовки завершен. Перекрываем тросельный винт и нагнетаем давление. Сейчас работает механизм быстрого ухода штока. При трех качках наша матрица уже смыкается, но это не означает о том, что опрессовка завершена. И данный инструмент оснащен механизм ASD. Нагнетаем давление. Мы слышали, как сейчас работа ухода, поэтому давление можно сбросить. В премиум-классе вы можете выбрать модели с S-образной головой и P-образной головой. Модели PGRS-70, диапазон работы до 70 мм2. Модель PGRS-120U, диапазон работы до 120 мм2. И модель PGRS-300U, диапазон работы до 300 мм2. Модели с P-образной головой, это PGRS-120 и модель PGRS-300. И все гидравлические прессы имеют поворотную голову. Инструмент упакован в пластиковый кейс. Также в комплект поставки входит набор матес, крем-комплект с уплотнительными кольцами и руководство по эксплуатации. Ну что, давайте проведем опрессовку. Для этого я подготовил несколько образцов инструмента. И вначале хочу напомнить, что в паспорте есть таблица соответствия, где выбран наконечник, вы можете подаварить правильное сечение кабеля, выбрать необходимую матрицу и указанное количество опрессовки для гидзи или наконечника. Профиль матрицы разработан таким образом, что ей можно производить опрессовку как наконечников гидзи по стандарту ГОСТ, так же и по стандарту ГИД. А если вы хотите, чтобы ваша опрессовка была действительно на 100% профессиональной, то для инструментов модели ПГЭ-300 и модели ПГЭ-РС-300 есть специальный набор матриц из серии НМ-300. Профессиональные матрицы разработаны специально под каждый тиск наконечника. Сейчас мы будем производить опрессовку инструментом ПГЭ-РС-300У. В основных головах матрица устанавливается в специальное отверстие. Устанавливаем наконечник между матрицами, закрываем дроссельный винт и нагнетаем давление. Сработал клапан АСД, матрицы сомкнулись, опрессовка завершена. Если появился облой, его можно удалить напильником. Производим вторую опрессовку. А теперь немного о безопасности. Не работайте инструментом под напряжением, не используйте его без матриц и не экспериментируйте. Молодец, шеф, возьмите ваш заказ. Спасибо. Все хорошо, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!